Мася Лайза Рыжуха. Чем живет сельский приют сегодня? С вами снова наши ежедневные короткие новости сельского мини-приюта Людмилы Чернецкой. Начнем с самой последней, только прибывшей малышки в приют Масяне. Она уже у себя как дома. Хорошая собачка, но характер есть характер. По-прежнему гоняя всех, только уже бегая за хозяйкой хвостиком. Куда женщина, туда и она. А так сидит, как прежде, на стуле, чтобы никто даже не нюхал ее. Больше всех сложно по этому Лайзе. Она же добрая, любит всех целовать и не понимает, почему ее прогоняют. Хорошо, хоть Мася котов не трогает, даже если с ними с одной тарелки ела. Лайза, конечно, чудо. Все такая же наивная и маленькая. Вот с Ружухой просто беда. Ей хуже с каждым днем. Уже почти не ест. Не знает волонтер, что можно сделать. Может сдать анализы заново. Все в одной клинике. Я стала сильно подозрительной. Иногда сомневаюсь. Почему не могут поставить ей диагноз? Для чего тогда врачи? Анализы? Получается, она просто медленно умирает. А я смотрю и помочь не могу. Как лечить, если неизвестно до сих пор от чего? Завтра еще записались на общий анализ. В общем, попробую пройти все в клинике ЦВМ. Посмотрим, что из этого получится. В следующий раз буду знать. Лечить или оставлять все как есть? Рассуждает волонтер и задает все новые и новые вопросы. Также мы поделились с Людмилой Чернецкой предположением одного из наших волонтеров. Что может так проходит у нее ФИБ? Самое смешное или странное, не могу слово подобрать, нужное, женщина даже не особо понимала, что такое ФИБ. Не утверждаем вообще, что это он. Это сложно диагностировать с подвинутыми анализами и многими этапами. Что сейчас в ДНР не сделаешь. Все равно нельзя дать однозначный ответ, ФИБ это или нет. А вся противоречивость этой ситуации в том, что ветеринары вообще не говорят, что это явление вообще есть. Не о подозрениях, симптомах, вообще о его существовании. Только отправляют постоянно на общий анализ крови. И потом разводят руками, мол, на одну болезнь не похоже. Ничего страшного по результатам нет. И вообще диагноз на этом со всеми этими результатами не поставить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова